Всем привет! В этом видео разберем технику заполнения мочки уха. Мочки уха требуют коррекции обычно в возрасте, когда женщины после 60 лет у них мочка растягивается, немножко обвисает, кожа такая дряхленькая становится, растянутая, и она вот так вот вытягивает, свисает. Тем более, если женщина в течение своей жизни любит носить длинные тяжелые сережки, они еще эту мочку оттягивают вниз и тем самым усугубляют свою ситуацию, когда им становится много лет. Итак, что можно сделать? При помощи филлеров мы можем заполнить мочку уха. Вы должны определиться, нужно ли вам это, потому что бывает иногда обвисание очень сильное, очень серьезное, и лучше пойти к хирургу и убирать это все хирургическим путем. Но в такой высокой категории возрастной пожилым людям я бы не советовала только из-за этого идти к хирургу. Все-таки это тоже имеет место быть различным осложнениям, последствиям. И в пожилом возрасте вот именно заниматься мочками уха у хирурга я бы не рекомендовала. Так вот, если вы видите, что если ввести гиалуроновую кислоту в мочку уха, она наполнится, расправится и сделается красивой, такой, как вам нужно, то это можно сделать. И делается это при помощи веерной техники. Мы определяем несколько точек вкола и вводим препарат прямо в самый центр. То есть не насквозь мочку протыкаем, как уши протыкают, а вводим в центр между передней частью и задней частью. Мы вводим посерединке препарат при помощи веерной техники. Вот таким вот способом мы заполняем. На одну мочку уха может уйти где-то 0,2-0,3 мл. Я не рекомендую вводить больше, если сам клиент этого не попросит. Если он прямо увидит результат и скажет, да, я хочу еще больше. Я рекомендую лучше ввести 0,2-0,3 мл. В каждую мочку и через 2 недели пригласить клиента на коррекцию для того, чтобы оставшийся препарат ввести так, как ему будет необходимо. Если требуется коррекция филлером в ушных раковинах в других областях, это также можно сделать, вводя препарат линейно-ретроградно по поверхностям, которые необходимо заполнить. Всем спасибо, что досмотрели это видео. Жду вас в следующих своих уроках.